Украина требует немедленного освобождения от 24 военнопленных моряков, находящихся в России, которых Россия захватила в Керченском проливе и незаконно их арестовала. В ответ на это в Кремле заявили, что Москва готова рассмотреть гипотетические предложения по обмену украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, однако о реакции на такие инициативы говорить преждевременно. А потом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает российский интерфакс, и добавил, что ему якобы неизвестны предложения Киева по обмену заключенными лицами, но если поступят какие-то конкретные предложения, наверняка они будут рассматриваться. Но означает ли это, что на них будет дан ответ, я сейчас сказать не могу, отметил Песков, и дал понять, что Россия продолжит судить украинских моряков. О их дальнейшей судьбе поговорим с адвокатом, который координирует работу защиты, Николаем Полозовым, он гость нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Я бы хотела начать, возможно, у вас есть последняя информация по поводу военнопленных украинских моряков, которые находятся и в Лефортово, и в Матросской тишине, и по поводу тех, конечно, кто получил ранение, в каком они состоянии. Ну, информация о состоянии здоровья раненых, трех раненых военнопленных украинских моряков поступает только от официальных российских лиц, прежде всего от уполномоченного по правам человека города Москвы и уполномоченного по правам человека России Москальковой. Офис омбудсмена украинского Денисовой постоянно находится в переписке и плотном общении со своей российской коллегой. Но до настоящего момента ни одно, скажем так, независимое лицо, которое не относится к российской власти, военнопленных моряков не видело после их перевода в Москву. Поэтому вся информация, которая предоставляется, она представляется только представителями российской стороны. На текущий момент ни консулы, ни адвокаты не допущены к военнопленным, также не допущены представители Международного Красного Креста. И пока, скажем так, эта ситуация будет сохраняться, ну, стопроцентно достоверной информации о них, к сожалению, не будет. А звучат какие-то объяснения? Есть вообще какие-то объяснения, почему не допускаются консулы, почему не допускаются адвокаты в первую очередь? Никаких объяснений нет, власти хранят молчание. В понедельник я пытался попасть в СИЗО к своему подзащитному Денису Гриценко. Я подал заявление на имя начальника следственного изолятора. После этого я обратился в следственное управление ФСБ, подал несколько заявлений разными способами, и непосредственно в приемные ФСБ, и почты, и так далее. На текущий момент неизвестно, кто является следователем, а именно следователь дает разрешение на посещение и консулам, и на первичное посещение адвокатам своего подзащитного. И никакой обратной связи на свои заявления я не получил, хотя оставлял все координаты. То есть, по всей видимости, это согласованная позиция следственных органов ФСБ, и она направлена на то, чтобы максимально долго удерживать украинских военнопленных моряков в состоянии без оказания юридической, адвокатской и консульской помощи. Это может быть частью того психологического давления, о котором вы ранее говорили, что вы предполагаете, что оно оказывается, это давление? Потому что даже вот то видео, которое еще появилось, как бы сознание моряков, еще до того, как так называемый суд в Крыму избрал так называемую меру пресечения, уже тогда появилось видео, и было абсолютно четко видно и заметно невооруженным глазом, что просто текст читается, текст заученный. Это был первый такой сигнал. А потом вы тоже заявили, что уже пребывая в СИЗО, они, наверное, подвергаются психологическому давлению и, может, не только. Вот есть какие-то доказательства этому и какие-то сигналы, которые об этом говорят? Не, ну, существует определенный у меня опыт работы по политическим уголовным делам. Я прекрасно понимаю, как работают и оперативные сотрудники ФСБ, и следственные органы. Для них сейчас главная задача – это полностью дезорганизовать, дезориентировать и пленных моряков, лишить их возможности получать информацию извне, возможно, принудить кого-то к признанию вины, к даче показаний против своих товарищей. И, собственно, элемент изоляции, в том числе изоляции от адвокатов, от консулов, это тоже своего рода элемент такого психологического давления. Мы это видели и в других делах, в том числе в деле так называемых крымских диверсантов и многих-многих других делах. По-другому эти органы не работают. И, конечно, сейчас они выдерживают вот эту необходимую паузу, прежде всего для того, чтобы сломать волю отдельных военнопленных и попытаться их, ну, возможно, признать вину или дать показания. По поводу того, что в этом случае этой военной открытой агрессии в Керченском проливе нарушила Россия, там перечень, да, то, что, во-первых, Россия отказывается признавать задержанных украинцев военнопленными, арестовала их не как военнопленных, а поскольку они военнопленные, да, исходя из международного права, то, наверное, и как-то обращаться с ними надо по-другому, чем это сейчас происходит. Вот. И, во-вторых, Россия не имела права для уголовного преследования украинских моряков. Я бы хотела, чтобы вы немножко тоже по пунктам прошлись и сказали, что в этом случае нарушила Россия и как нам сейчас быть, исходя из международного права для того, чтобы этих 24 военных моряка Украины, они вернулись в Украину и вернулись домой. Ну, совершенно очевидно, что российские власти актом военной агрессии против украинских военнослужащих нарушили ряд положений Женевской конвенции, Третьей Женевской конвенции о военнопленных, Первой Женевской конвенции, то есть все они являются военнопленными вне зависимости от того, признает их Россия таковыми или нет. Это основано на том, что Женевская конвенция подразумевает, что военнопленные становятся таковыми при соблюдении определенных признаков. То есть они были, обладали признаками комбатантов, были вооружены, у них была форма, у них была иерархия, у них были боевые задачи, они были захвачены в плен в результате боестолкновения, да, трое из них были ранены. И в принципе то, что Россия считает их обычными уголовными преступниками и не соблюдает условия обращения с военнопленными, а именно они должны были быть помещены не в следственный изолятор, а в специально организованный лагерь военнопленных. У них нельзя было забирать военную форму и знаки отличия, а это было сделано. Их разделили, военнопленных нельзя разделять, они должны находиться вместе и соблюдать ту иерархию, которая у них присутствует. И к ним должны были допущены быть представители международной организации, обладающей мандатом ООН. В данном случае это Международный Красный Крест. Этого тоже не было сделано. Что касается раненых, военнопленных, то российская сторона была обязана их передать либо той стране, которой они принадлежат, граждане, которой они являются, либо третьей стране. Этого тоже не происходит. И то, что российские власти в отношении украинских военнослужащих производят подобные действия, это является длящимся нарушением конвенции. Ну, фактически Россия совершает в отношении них военные преступления. Ну, ранее также по поводу защиты. Вы также сообщали, что 50 или даже больше адвокатов с России и также Крыма, они выразили желание защищать украинских военнопленных. Может, уже известно, какое количество адвокатов может это сделать? Может, есть уже утвержденные кандидатуры, имена, фамилии? Или пока что это в процессе? Вчера состоялась встреча родственников военнопленных в офисе омбудсмена Денисовой. Я представил на этой встрече список кандидатур тех адвокатов, которые выразили свое желание принять участие в защите их родных. Что касается этих кандидатур, то окончательный отбор производит межведомственная группа, в число которой входят представители нескольких министерств, нескольких ведомств, в том числе проверка по линии СБУ, потому что совершенно очевидно, что в такой сложный, серьезный политический процесс могут попытаться внедриться люди, которые имеют отношение к российским спецслужбам и в том числе попытаться развалить этот процесс изнутри. Вот для того, чтобы пресечь вот эти попытки, проводится тщательная проверка. Какое-то время на это уйдет, я не могу сказать точно, потому что здесь решение принимаю не я. Но как только будет сформирована команда адвокатов, причем расчет как минимум один адвокат на каждого военнопленного, это делается по той причине, что если один адвокат берет более одного подзащитного, то следствие может отвести этого адвоката от участия в деле по мотивам противоречия позиции, если вдруг такая ситуация возникнет. И чтобы этого избежать, минимальное количество адвокатов – это один адвокат на каждого военнопленного. И как только будет сформирована команда адвокатов, естественно, они будут представлены родственникам, будут заключены соответствующие соглашения. Ну, первичная задача – это, конечно же, посетить своих подзащитных в СИЗО. Что касается стратегического направления защиты, естественно, все это будет вырабатываться, как только будет сформирована команда адвокатов, до них будет доведено, скажем так, общее стратегическое направление, и будут вырабатываться конкретные тактические решения по этому уголовному делу. Ну, вот по поводу защиты и по поводу возвращения домой, информация дня сегодняшнего о том, что Украина на заседании трехсторонней контактной группы в Минске предложила обвинять 42 пленных украинцев на 89 человек, которые могут интересовать Россию. Это следует из комментариев представителей Украины по вопросам безопасности в трехсторонней контактной группе Евгения Марчука. И он заверил, что Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа, я так понимаю, декабря, могут быть полностью подготовлены, и с 27 числа может начаться процедура обмена. Ну, вот Марчук сказал, что российская сторона такие предложения не воспринимает. Опять же, заявление Пескова о том, что ему якобы неизвестно об этом предложении Украины, если оценивать перспективу такого обмена. И без того мы говорим о десятках незаконно осужденных политических заложников, которые удерживаются в России и на оккупированном Крыму. И еще плюс 24 военнопленных. Можно сейчас говорить о перспективах обмена? Или пока что настолько все непонятно, что даже прогнозировать не приходится? Ну, уже случались обмены, в том числе в прошлом году. Да, последний, как раз это был декабрь, да, вот это время. Это касалось ситуации на востоке Украины, на Донбассе. Что касается конкретно дела о военнопленных, украинских моряках, здесь я считаю, что следует обратить внимание на слова президента Путина, которые он сказал на пресс-конференции после проведения саммита G20. Он сказал, что следствие должно установить факт провокации со стороны украинских моряков. И я думаю, что как раз это уголовное дело, оно будет определяться именно этими словами президента России. Поэтому я бы не хотел предвосвещать какие-то события. Как правило, в России следствия, суды, прокуроры, они работают как единая машина. И в данном случае мы наблюдаем неоднократно на делах украинских политзаключенных, что принятые политические решения посредством этой машины просто облекаются в некую процессуальную форму. Безусловно, вопрос освобождения украинских военнопленных моряков лежит исключительно в политической плоскости. Это вопрос, прежде всего, принятия решения Кремлем позитивного об их дальнейшей судьбе. Созданы ли условия для этого или нет, я пока сказать не готов. Во многом это зависит от позиции стран Запада и возможностей властей Украины выстраивать диалог с Западом в таком ключе, в союзническом. Да, и по поводу Запада семьи пленных украинских моряков призвали США вместе с Украиной бороться за их освобождение. И письмо с такой просьбой правительство США, семьи пленных передали на встрече с послом США в Украине Марии Иванович. И также заявление по поводу освобождения пленных сделал министр иностранных дел Германии. Сейчас вы как лицо заинтересованное, поскольку вы сторона защиты, у вас уже есть подзащитный, которому вы никак не можете попасть. Как вы оцениваете то, что сейчас происходит даже на дипломатическом поле? Достаточно ли мы делаем и в сотрудничестве с нашими западными партнерами для того, чтобы об этом не забыли? И чтобы все-таки этот процесс, чтобы как-то развязать эту ситуацию? Или пока что у нас мало рычагов влияния? Ну, я вижу, что украинские власти проводят комплексную работу в связи с делом о военнопленных украинских моряках. Учитываются опыт и, возможно, допущенные ошибки, которые были в других предыдущих делах, связанных с украинскими гражданами и их захватом со стороны российских властей. И, наверное, это самые масштабные из всех работ, которые, ну, фактически за пять лет проводились украинской властью в этом направлении. Что касается, достаточно ли усилий или недостаточно, ну, здесь важно понимать, что в отличие от других ситуаций с украинскими заложниками, которых захватывала Россия, здесь международный правовой аспект. Здесь, безусловный статус этих моряков как военнопленных. И для стран Запада эта ситуация может быть более чувствительна, потому что, если мы говорим об агрессивных действиях России на внешнем контуре, то потенциально никто не может быть застрахован от ситуации, которая повторяет уже случившееся. Это могут быть шведские моряки, это могут быть американские моряки и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что в этом вопросе больше ясности и меньше возможностей для некоторых политиков Запада, ну, иметь какой-то люфт в своих высказываниях и суждениях по этому вопросу. Николай, спасибо вам за этот разговор. И будем, как говорится, держать руку на пульсе и ждать от вас новостей, когда же вы сможете попасть, да, к своему подзащитному непосредственно. Спасибо вам. Я зрителям напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был адвокат Николай Полозов, а я, Христина, с вами прощаюсь. Но вы же оставайтесь в ЕТВ, потому что именно здесь найдете информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине.